всем привет ребят ну что мы опять сегодня на тестовом аккаунте потом возможно перейдем на другой ак и сегодня у нас будет разговор о герое которого многие получили либо получат это будет вольт потому что ну конечно кроме русского сервера на других серваках вольта многие могут получить именно с этой акции настолка вот она board game ваш два дня она идет ее у вас есть возможность первый день там либо если вам очень не повезет за два дня вытащить отсюда без донатного вольта и многие как обычно спрашивают стоит ли донить на него стоит ли его качать в любом случае и донить и качать вам его стоит потому что вам надо прокачать дальше скиллы героем на 11 на 12 и он как и все остальные участвует в этом процессе поэтому без этого никак давали его у нас на прошлый battle pass плюс новый скин также как видите здесь он у меня не прокачанный то есть я чисто тестовый вариант сделал какие варианты по талантам ну если раньше мы его собирали на урон потом мы поняли что он очень офигенный дамагер и у нас появились прокачки ремок дальше соответственно здесь дается тоже урон то самый оптимальный на сегодня вариант это ставить ему ремку если у вас нету скина если у вас есть скин ремка плюс допустим подашка то есть такой вариант почему либо подашка плюс ремка почему на сегодня это самый оптимальный вариант просто сейчас зайдем кстати сила небольшая тут удобнее будет показывать нету таких смотрителей у меня смотрите ли нету вот тут у нас даже больше косма давил сейчас мы поищем варианты без косма если мы конечно их найдем а внимательно смотрите за героем он уходит в инвиз всегда да он на сегодня очень слабенький если вы надеетесь на то что он у вас будет тащить он тащить сожалению не будет так сейчас мы юнита он бьет также как видите по юнитам по зданию мы только бьет как бы с руки с основной атаки сейчас посмотрим лезть на ком-то отражалкой или нет без добьет не пока отражалки я не вижу здесь нету отражалки поехали искать следующего противника аркану бисы стрелки еще один момент у него тоже можно забрать энергии то есть он не настолько уже на сегодня актуальный универсальный вот смотрите внимательно смотрите какие минуса пошли это он использовал тот использовал только один раз свое мнение вот следующий заход и все его нет о чем это говорит у героя очень большой урон если вы попадете вдруг случайно на противника с хоть одной отражалкой нормально прокачиваем то есть это уберем фрей остальные пробивают все равно попадете на противника с отражалкой то есть огненной защитой там но ракушка это такое победный выпад либо встроенные как асурик что мы не можем никого найти нормально вот опять посмотрите раз-два-три и уже половины героя нету сейчас следующий заход опять тут даже тут наверно даже смотритель ударил было бы отражалка вам уже давно слился хрон с отражением асура а рогатка который может выкинуть своих дополнительно надо просто еще как видите найти противника не очень много использует на лову левелах огненку поэтому это еще так нам везет но в общем для этого ставится реально проклятый доспех с ремка плюс проклятый доспех и он у вас включится учиться и не сольется мы сейчас дойдем до загашки поможет у нас противники получше будут вот поэтому если у вас есть вы случайно его получили ставьте ему не жалейте ему ремку плюс если есть у вас даже девятка есть проклятый доспех поехали может на забытый хотя бы найдем так 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 почему не тут арена нету что ли ложились блин под 200 к силы и никто арены это жесть так ну тут конечно у нас такие противники что хотя даже на таких можно слиться его польза он ослепляет врагу не дает им использовать их неумение в этом весь плюс этого героя прелесть если вы прокачаете там на 11 12 скил он будет всех в за башки ослеплять как вот здесь то есть он ослепил не дал им возможности использовать свои умения и соответственно после вам он дамагер у него очень много дамага поэтому он боится как и все в принципе дамагеры это отражение то есть такой вариант это самый оптимальный для доната для без доната сейчас мы дойдем на другой аккаунт я вам там покажу уже максимальную сборку что ему ставить какие чарки ну то есть такой вот вариант это самая оптимальная вами оба хватит вы его все равно кроме пола по локации где использовать не будете то есть максимум это на бездонате вот такой вот вариант для за башки этого челюкс ставите его в первую линию так как он далеко он включится заблочит то есть можно в команды ставить там где есть дебафер и вполне нормально будет этого вполне хватит единственное что надо обезопасить его от отражалки ну такой вариант сливается очень быстро смотрителям фрей и прочими поэтому тоже особо не надейтесь на то что он там прям мега мега будет у вас тащить вот видите он накинул ослепление соответственно они пойдем попасть не могут они наносят ну он просто тащит ну тут у нас противники еще не очень как видите он критует без аргументации шанс крита довольно таки высокий поэтому он только так сливается кстати сейчас попробуем через низ пойти у него там римочных нету вот смотрите сейчас внимательно вот отражалки сейчас мы даже нападем на него сразу же через низ смотрите внимательно сюда на героях есть отражалки и соответственно он просто сливается сразу же без всяких вариантов так с этим разобрались поехали вот как видите у меня здесь тоже же ремка плюс у меня есть варианты со то есть я ставлю сюда подашку либо ремку то есть еще такой один вариант ну наверное для большинства героев сейчас использовать и со это актуально потому что добавляется жизнь плюс режется входящий домах это на сегодня самый топовый талант пальск линков многие будут писать что тоже классные только если у вас дофига уклона что у меня здесь стоит и варианты чисто под домах сборка здесь очень простая крит урон добавил немножко уклонение жизни шанс крита и атака то есть тут особо заморачиваться я вам скажу так не стоит по чаркам какие чары ему реально подходят варианты вот такие вот чтобы жил как вариант если вам не жалко можно конечно для других героев такой вариант поле conviction можно но самое оптимальное то чтобы он побольше дома для нанес это передача либо победный это самое такое востребованное для него на сегодня он все равно у вас в любой сборке жить долго не будет так как у него жизни как видите собственно очень мало но здесь максимальная прокачка то есть вот такая сборка цепляем сюда дополнительно можно даже панч бокса накинуть сейчас зайдем с вами кошмарку 4 я вам покажу его урон то есть здесь добавляется плюс 110 атаки еще дополнительная но есть шанс того что он не сольется давайте забежим тоже на арену и тут уже у меня смотритель есть вот видите да фрея ударила заблудила получили и все и по сути его просто слили толку никакого этого нет теперь сейчас попробуем поставим вариант поменяем это чисто на лол лавалах он будет у вас еще кое-как тащить поставим датный вариант плюс ремка раньше его на архи демонах использовали сейчас этого уже не надо поэтому тут вариантов у него очень много не осталось попробуем вариант спальш боксом опять же на урон добавили мы немножко да по ему как видите отсмотром все равно просел но тут он немножко дольше продержался но это вообще ни о чем теперь попробуем там кстати есть осура сейчас вы если у нас получится поставлю на него еще рудика то есть как видите на и лавалах уже 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 не то даже при максимальной прокачки смотритель все равно бьет половину усердно не включается вот так вот то есть такая вот актуальность героя так чтобы вы понимали чего стоит ожидать дальше от него он у вас прям мега тащером не будет это там не землеройка не зефир то есть которых вы будете использовать это чисто вариант вот обратно и всегда кстати и надо проклятый доспех поэтому ремка самый оптимальный вариант на сегодня вот даже такой вариант с опять попадем на смотра ну да ладно поехали за башку вот есть у нас о's or a sorry которого о я не то нажал сейчас выйду быстренько вам просто покажу насколько опасен опасно для него отражение просто подашку уберем тут панчбокс может их конечно разбить до того как мы добежим но вот панчбокс их убил так третий заход убираем панчбокса тут очень много дамага у героя поэтому они не прокачаны сейчас еще попробуем на хрона напасть уж там хрон будет хороший с отражалкой вот посмотрите уже пол жизни у героя есть то есть там просто без эволюции герой был на пол жизни уже у него пропало поэтому таким там по ну реально бессмысленно ему качать там мега мега урон плюс ремка потому что он у вас сольется чтобы вы не делали в любом случае будете сливаться на герой с отражалкой так тут у нас хрон без отражалки но опять же на ком-то слился довольно таки неплохо либо смотритель фрея ушатал то есть он даже против героев которые там без прорывов просто вторая эволюция он все равно не будет тащить поэтому не особо там надейтесь на этого героя но если вы хотите оптимальную сборку это ремка плюс подашка либо со плюс ремка он хоть тогда не будет про проседать сильно опять зависит от локации ну самый оптимальный вариант это просто ставьте ремку не тратить даже то со подашку эмблема и вам этого должно с головой хватать либо живу поставить как вариант если сольется можно живу поставить поэтому ремка для него на сегодня самое актуальное по чаркам я вам сказал принципе все созвездия можете не заморачиваться это будет пустая трата денег на бессмысленного героя все пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока